В деревне Токарёва прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Для удобства Люберчан её провели в тёплых автобусах. Жители городского округа задали вопросы главе и его профильным заместителям. Все подробности далее. Тот случай, когда автобус не средство передвижения, а место, где можно получить ответы на важные вопросы. Чтобы жителям было проще сориентироваться, на них указаны названия отраслей. Больше всего пассажиров в автобусе, транспорт и дороге. Больше всего по 348 маршруту, который следует до метро Котельники. Говорят, большие интервалы на данном маршруте. Но у нас перевозчик тоже здесь, Калинин Сергей Александрович, замдиректора по перевозкам. Совместно с ним отработаем, изменим расписание, увеличим количество рейсов. Вопросов у жителей Токарёва накопилось много. Самая острая тема – возведение высотных домов и промышленного кластера на месте полей. Жители деревни против застройки. Мы не против развития области, в целом Люберец и новых рабочих мест. Но мы за то, чтобы эта земля работала как сельхозугодья. Есть масса вариантов, как пристроить это всё и организовать. Но чтобы это не ушло в застройку и не пропало. Мы, как жители, не собираемся сдаваться и отдавать эту землю под застройку. С этим вопросом жители городского округа обратились напрямую к Владимиру Волкову. Вчера был градостроительный совет Московской области. Мы вынесли своё предложение о запрете строительства на этой территории. Но вчера нас правительство Московской области полностью поддержало. Никакого проекта нет. Весь этот проект на вчерашний день мы заблокировали. Также жители деревни просят восстановить мост через Новорязанское шоссе. Чтобы ускорить этот процесс, в ближайшее время планируется разработка нового проекта. Что касается федеральных трасс М5 Урал и Юла, то их строительство завершится в конце этого года.